всем привет с вами снова станислав и это очередные новости игровые всем аппетита понеслась первая новость это экранизация приключений ведьмака очередная до этого до выхода игры было сделано экранизация где-то в польше очень неплохая на самом деле при учете того количество денег которое было на нее потрачено играть очень и очень добротно для тех кто читал книжки тех кто книжки не читал сериал класса b не больше это 2017 год компания шон дел компания работа над фильмами мумия то есть если они сделают хотя бы на треть это как мумия и смогут обыграть все как мумия это будет великолепно это мягко ладно поехали дальше еще один момент это не будет основана на игре это будет основана на книжках комиксах и всем остальном быть могу итак следующая новость очень ржачно на самом деле это то что писи проиграла как лучший покупатель игрушка юбисофт а весь момент в том что научите сделать оптимизацию и не пиздить когда пускать игрушки на письме хороший пример смотрящие собаки дальше здесь ничего особо говорить я думаю не нужно то есть большинство людей которые смотрят на данный видосик играет на писи компа и многие следили за тем же выходом смотрящих собак рядом видели ролики далее так далее все видели какая была графика в ролике какая она в итоге стала при выходе игры мягко говоря нас обманули если говорить без маты без всего остального поехали дальше следующая новость больше относится к железу девочки не нравится это о том что нвидея выпускает драйвера для всех больших премьер этого года смотрите колда драйвера уже вышли их скачал уже они были выпущены для call of duty и для war thunder а для нового новая версия движка который war thunder впихнули того 4 еще мы поговорим было 4 цивилизация онлайн star wars starcraft сасим синдика джаз кау стрим то есть полный набор то есть как вы можете видеть принципе это неплохо поехали дальше проект армата два новых танка или там нет ни два там больше танков так-то 90 леопард странно должно быть больше там еще добавили киты по боем кище чуть-чуть 9 уровень танков короче чтобы они подрочить докачаться это нужно по-моему убить времени больше чем картошки если честно у меня такое ощущение вот но в общем если вам нравится а да там точно вот видите картинку это терминатор новой они воткнули нового терминатора это точно помню там есть обычный терминатор на максимальном уровне и появился еще один терминатор поехали дальше смотрите вы можете видеть что беседка перенесла скорее ноут на новую консоль то есть они взяли движок от точнее как fallout 4 был сделан на движке с карима на перед этим разработчики то есть я читал более расширена новость на английском они тренировались образом говоря делать игру на этом движке на xbox one и просто для этого не взяли перелопать или скорее на новую приставку на новый бокс то есть у нас есть как я понимаю практически а может быть и рабочий скорее на xbox one с более хорошей графикой но мы в него не поиграем по крайней мере пока что то есть пока я думаю с нас не сдерут полноценные бабки за fallout то есть за season pass и самую игру возможно за 1 dlc который выйдет мы не поиграем skyrim на xbox one или на пися с улучшенной графикой но как сущной графикой мы и так можем прыгать она в принципе у меня в роликах улучшена мне там часть модов стоит список модов в группе есть если кому до сих пор это интересно но я лично этого подожду потому что там и тени там много всяких приколюм дополнить которыми я думаю модами это делать или тяжело или просто кому-то не охота что но действительно требует много времени и все-таки было больше людям платили за это бабки за то что они игру улучшают поехали дальше но в общем итоге во время когда эту новость увидел я думал что пройдет 7 извержений если честно у всех у кого была куплена полная версия на честным откроем мне нужно установлены мне нужно все у всех у кого был куплен darksiders полноценной вы получили бесплатно вот такую версию короче она была сделана для ps4 и просто в стиме писи или у вас должна быть адовая скидка среди совершенно и если у вас все для этого сила суху смешаны обзоры очень понятно потому что она вообще на сырой очень сырой вот раз видите то есть на хрена мне скидку давались мне все так все есть если только вот вот это выкупить это это как-то мне не тратить никуда поехали дальше для старперов типа меня или просто фанатов правильных вампиров и всех остальных олега севка и это крайне брутальная тяжелая старая игрушка про вампиров если бы точно там валяга севка и на 1 2 и суб ривер сон ривер был про грубо говоря брата каина разиеля которого к которому кайна было мало крылья потому что не были бы вышли вампир на и запросил говоря прямо под он переродился и стать походится за кайф в общем итоге это такая простейшие официальные сюжетки общем итоге вы можете сами поиграть я думаю где то есть версия оптимизированная для новых платформ получите на самом деле массу удовольствием что кружка очень очень неплохая следующая новость основные особенности need for speed а тут короче написано все что мы так знаем я вам расскажу немного своих ощущений кружка она в ней есть бред то есть причит то что они перерыв решили переродить классический underground как они говорили аутентичность городская гоночная культура на самом деле они это добавка на самом деле от игромании но то есть в свое время разработчики еще в самом начале говорили мы хотим дать вам underground 1 но на новой графике тут лично меня коробят только одна вещь это супер дорогие кара то есть там есть очень дорогие машины типа ferrari коллекционов так далее так далее то есть вот эти суперкары они реально нахер не нужны то есть да это модно стильно молодежно то есть такие супер тачки но там одна из первых машин и это honda civic хэтчбэк то есть как мазда трешка там есть mustang старики которые стоят но по американским меркам особенно по гонщиков и золотой молодежи очень дешево это в районе 7 8 тысяч долларов для них это не особо большие деньги у нас сейчас жопа просто и вот там его можно допилить просто на максимально уровне там вы можете взять все skyline древний 34 еще старее там вам двухтысячная версия не ошибаюсь вы можете в него пищу лошадей в отмите гонять на нем то есть вот это уличные гонки прям на уличные уличные они гоняли грубо говоря феррари в углы залетать и тряхтить но это не знать на этих машинах уже люди этим не занимаются они просто ездят указываю по ладно поехали дальше это так было больше была не новость очень-очень-очень смешная новость посмотрите на требования для этой великолепной игры короче говоря на приставках которые стоят 35 тысяч рублей в среднем от 30 до 35 которых железо мягко говоря кусок говна графика там практически топовая особенно ps4 которая мощнее чем бокс то есть у меня на работе фаната ps4 и действительно мои посмотрели этот синдика действительно графика очень-очень симпатичная и посмотрите на требования для компа рекомендуем понятное дело это не максимальный требовал это рекомендуем это среднее дире высокие настройки первое это и 7 3770 по факту сейчас данный камень стоит в районе наверное на 18 тысяч рублей это уже близко к топовому процессору на данный момент для обычного человека скажем так оперативной памяти 8 гигабайт но в принципе это слишком дохрена то есть 8 гигов только для игры но это бред знаете такая кабель не знаю требовать 12 или 16 когда там большинство людей стоит максимум 12 гигабайт целом максимум 12 больше просто уже обычным людям то и не нужно чем даже геймерам обычно больше 12 нужно нет игр которые живут только лишь на память на последнее то самое веселое вы просто посмотрите на требование игры она требует титан 780 nvidia geforce gtx это титан предыдущего поколения это карта которая мягко говоря занимается анальным сексом с практически любой игрой причем формате того что видеокарта просто тут уже это может и еще сожрать временный я имею ввиду кризис которым как бы график это в последнем не особо классная есть определенных полигональные всякие штуковины там можно пристать недостатком графики то есть это же игрушка в которой нету графики на самом деле хуже в кризисе на самом деле если вы сравните анализ на хуже требует титан даже кризис него указан требует титан ну короче бред вот посмотрите вот для мощных компьютер сглаживания окклюзии мягкие тени поддержка на виде слайд то есть знаете на самом деле тут просто вот намек такой типа если вы помощь у вас нету и слай желательно степана 780 который стоит по 35 тысяч рублей или по сутку или амдшных crossfire фути по таких вот карточки стоит честно говоря то вы не поиграйте на такой графике отлично почему таки поедут они уже по столько оптимизации эту новость чуть за новости даже не поможет я открывал общем-то гимнус перенакапливается так на первой неделе после выхода халла 5 заработала больше 300 миллионов долларов красок для сравнения три года продажа халла 453 миллиона это неплохо игра стала стала самым быстро распродаваем с возьмем для xbox по но в принципе эта серия игр она продавала по-самому себе xbox то есть если мы смотрим xbox мы понимаем что это хала здесь мы видим халла мы понимаем что это даже гирс форт не сравнивается но красавцы надеюсь игрушка хорошая до обновление тундры это то есть если вы захотите можете посмотреть на ютюбе тут в принципе и так видно уже улучшение графики можете посмотреть на ютюбе ролики просто зайти на сайт и увидеть поводили кучу техники с ракетами всем остальным изменили движок обработку этих поверхностей то есть там некоторые танки вот это прикольно на мой взгляд некоторые так себе средненько вот велика чушу катюшу ребята катюшу вели вы можете теперь тотально нагибать подписи киспатон танцеркам вели 4 танка британской техники все приемовые пока что то есть можете купить покатать принципе можете взять шерман firefly шерман 7 фунтовой пушкой который просто тотально анально караи добили кстати говоря вот это самое забавное это pt76 то есть это первая машина которая доступна в армате на первом уровне здесь и на плавание то есть плавать но это классно и выглядит на категория в разы с чем-то и советую то есть если вы не следите за новостями то ну я на самом деле был уже как только узнаю но возможно выйдет раньше на в тут и собирается сделать что-то типа я не пункт в картошке называется ли честно не проще будет с ней сравнивать когда вам дают кучу заданий упустить потом так то есть то же самое в тундре будет но вы сможете и стал халял я вам что не говорил но в общем вот так поехали дальше zbt rose шутера escape from тарк пляха-мух я посмотрел эту этот шутер и если это реально при альфа то есть вот они действительно показали не особо от пидарашины с помощью всяких видеоредакторов ролик с графиками виду там это будет просто взрыв на самом теле я с огромным удовольствием и поиграем студии из питера и сотна тысяч нас я записался на заботы вы можете записаться на заботы просто уберите название escape from тарк все записывайтесь и ждете надеетесь что вам выпадет доступ на забыто я надеюсь что мне выпадет я сделал сказать поехали дальше не знаю назвать это радостной новостью или не радостной общем итоге вот пожалуйста то есть вы можете прочитать что есть имеется ввиду то есть первый магазин открыли разработчики раз не брать оружие и одежда цены демократично сошли на 20 рублей так давайте посчитаем 160 рублей давайте сейчас я открою коммертор валют над курс валют 1 просок открываем 90 доллару рубль нужно вот 160 рублей то есть 2 доллара 50 центов ну нет в принципе если найти смотреться что у них игрушка среднем стоит 50 60 долларов всегда даться на еще более-менее но на мой взгляд это не очень удачно решение потому что по факту это цельная продажа pay to win так называем потому что просто купите коллаж пойдете на гибай местом взрывчатка нет на самом деле пока там процесс взрывчатка игра будет жить как то конечно продавать взрывчатку магазин играл мария сразу очень хорошая новость можете видеть эти наливные яблоки точнее сказал дынки короче fallout 4 еще не вышел а 1 секси мод уже разработки для главной героини она нихрена не реалистично выглядит конечно как бы что вот сделал очень далеке от реалистичных но это пиздец выткаешь поехали дальше следующая новость это у нас близок это вот с подняты огромное количество скажем так беспокойство хайпа не знаю как назвать по поводу данной игры началась выставка blizzard а там показали ролики фильма ролики к новому варкрафт мог варкрафт так далее так далее к старкрафту ролики показывают очень слышишься грани смотрю и открыли предзаказ нагревочек который будет платный платный то есть ну кай две тысячи рублей вы можете здесь посмотреть 3 300 рублей электронной подарочки в других играх трейсер это будет повер-вотчу а тфу в херс за шторм питомец малыш весной лимбовки рубашка для карт хирстоне крылья ангела для диабла и артреты для строка пять обликов причем облики реального буги абсолютно то есть эта херня короче этим словом вот и коллекционка с фигурка создаться вот это мне нравится то есть вот это она прикольная только вот зато 32 сантиметра плетен огромный он реальный огромный что за желездец сам не получится вот такая штука классная значит награды себе такую даже не стал покупать но точно хотите вкладывать и 2000 рублей получайте возможность поиграть после выхода игры обратите внимание что я сказал предзаказ данной игры не дает доступ в этом то есть вы понимаете да хрена вот ведь после выхода игры вот такие пироги поехали дальше короче смешная новость поход делу а м дешников у них начинает или пукан горит что-то еще я дыш не конечно захватили полностью рынок консоли то есть почему м дешники в принципе ну живо скажем так на мой взгляд я не профессионал это потому что не владеет полностью рынком консоль нет ни одной консоли в которой стоит карточку виден сколько по крайней мере две основные приставки то есть box one ps4 также ps3 и xbox 360 имеют внутри начинку бедя и инвиде там нет инвиде вся в steam машина стоит по этой же причине не живы но суду ко всему у них то ли шанс какие-то просадки что-то еще или не наконец доперли что нужно нормально поддерживать своих этих потому что для того чтобы на работе не проверить драйвера на карт не расходить в каталист после этого мне выкидывают браузер браузере запускаю отдельный скрипт который запускается на сайте да и пусат мне больше нет нормального вера в отбить я живу одну клавишу в итоге не собирается сделать вот еще одну херну и вы сможете наверно нормально проверять и если вам если у вас обновление так вот то есть дальше пошли железные новости если вам железный интерес может смотреть все крыша короче просто прочитайте вот эту штуку и все то есть у кого-то бомбит пукан все тут больше ничего говорить реально ржачность полностью прочитать можете посмотреть знаете я когда это увидел то есть мое отношение коллеги я в принципе все время говорил еще на одном из тримов придет еще вот 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 но это просто пиздец как бы по-другому не могу сказать это это просто жесть за бортом окажется сайта и сообщения сектор экстремистической часть значительная часть кинематограф впрочем может посмотреть фильм александр невский летом на солнце там ли на солнцем я знаю фильм порнографии тоже не будет вы знаете на чем держится весь интернет на порнографии котика все до 8 столпа который держит интернет порнографии котик в общем итоге очень странная на самом деле причине нет включение что это просто попытка бабла с раба короче вы видите да это абзац это для нового поколения который не привыкла разговаривать печатным языком то есть большинство правильных людей как делать пишет там что-то еще просто можете поставить смолик с улыбочкой все просто абзац но это бред короче предзаказ 50 75 и 100 баксов это 100 баксов это простота дальше последняя новость на мой взгляд очень справедливо поступили у меня сможет one drive у всех кого есть windows стоит андрей смотрите когда microsoft представила предоставил всем подписчикам овис 365 версиях он персонал университет безлимитно дисковое пространство вам нравится что безлимитно дисковое пространство это абзац она и подумать не могла что пользователи поймут буквально многие начали ханте облаки коллекции любимых фильмов и музыки одежды что вырезок чего нравилось месяц 5 терабайт на 75 терабайт данных это просто абзац во первых колец любимых фильмов и музыки изменяют правила используем драк подписчиков опять урезали до ценам 1 терабайт бесплатной до 5 гигабайт против 15 даже сране и катя не помню сколько у меня отменил 5 нас гибает который предлагали загрузка графика подписки на 100 200 гигабайт теперь закажет 5 на 50 гигабайт 1 1 2 доллар в месяц изменения ступит силу 16 года вот так что вот так вот господа хорошие тип педики которые вместо того чтобы не знаю сделать домашнее сетевое хранилище я уверен что это огромное количество народа это именно за рубежом этим заниматься потому что там музыка скрасной интернет просто огромная на самом деле построить домашний сервачок который там для торрента или чего-то еще и не вообще почти не стоит для них там реально можно уложиться чтобы дать я мне совру где-то в 350 долларов 350 400 долларов вы укладываете свой получаете домашний сервер на 2 терабайта это только начало то есть вы можете дальше в питью его диски не проблема абсолютно и это реально удобно и у вас опять же будет доступ ко всему вы можете спокойно там это привязать какой-нибудь странице закрытый и оттуда все это покачивает вместо этого они взяли и загубили образно говоря всем у кого безлимитный one drive а также не на самом деле они положились и вещи пока не проверял нас меня реально вместо сгибать этого 5 довольно печально 5 гигабайт это реально мало в общем вот такие вот пироги ребята если вам понравилось ставим лайк с вами был станислав это были очередная новость всем пока пока и до новых встреч